Субтитры создавал DimaTorzok Россия проводилась в виде эксперимента введения этого курса. Еще раз говорю, курс называется «Основы религиозных культур и светской этики». И в декабре прошлого года я был в Москве на конференции, где давали отчет по результатам этого эксперимента. И помощник президента России, там одна женщина была выступала, говорил об этих результатах. Она говорила, что в этом 21 регионе, где проводился этот предмет в виде эксперимента, получили они такие результаты, которых не ожидали. Все категории людей, кто имеет отношение к введению этого предмета, дали совсем различные результаты этого. Дети, сами дети, ученики, они воспринимают введение этой науки очень хорошо. Везде, во всех регионах дали такой результат. Учителя эту науку, этот предмет почти не воспринимают. Кто-то с интересом, кто-то нет, но очень мало учителей, кто хорошо относится к введению этого предмета. Теперь руководители, директора школ и остальные тысячи чиновники, почти нет таких людей, очень мало единицы, кто нормально к этому относится и кто хотел бы ввести этот предмет. Родители тоже особый интерес к этому не проявили. Но вместе с этим, зная, что есть такая проблема, самая главная проблема, это касается нравственного воспитания наших детей, президент дал указ о том, что с сентября 2012 года ввести этот предмет по всей России. То есть это уже обязательно предмет, который вводится в школьную программу по всей России. Вводится он в четвертом классе. Последняя четверть четвертого класса и первая четверть пятого класса. Вот так поставлено по федеральной программе. Если на местах уже руководители учебных заведений могут принять решение, во всем четвертом классе ввести этот предмет в объеме 34 часов. И по этому предмету предусмотрено шесть разных модулей. Модуль, который касается религии, основы исламской культуры, основы христианской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых культур, это пятый модуль, и светская этика, это шестой модуль. И дали возможность выбора родителям, чтобы родители сами выбирали, какой модуль им нужно выбирать. Теперь обратите внимание на то, что нам с вами нужно очень внимательно вас смотреть. Министерство образования Республики Дагестан уже отчиталось, что 47% дагестанцев выбрали модуль основы мировых культур. Вот наши министерства уже отчитались. Они хотят, чтобы у нас почти половина людей изучали мировые культуры, но не ислам или что-то другое, а общие мировые культуры. И при этом они особо даже не спрашивали мнений у родителей, ни у родителей, ни у учеников, они особо внимания этому тоже не уделили. Ну как обычно у нас выборы делают, сверху сказали, вот так и написали, этот выбор тоже они сделали сами. Нам с вами нужно обратить внимание вот на что. Я знаю, что, аль-хамдуллах, у нас в Дагестане почти 99% мусульман живут, и нам нужно изучать именно основы исламской культуры. Не мировых культур, все вместе, с каждым по чуть-чуть, а именно исламскую культуру. И при этом выбор родителей, он имеет основное значение. Например, вот у наших соседей в Кезидюрцевском районе, там были даже факты такие, что с министерства позвонили, начальника района Угаронова отдали указание директорам. Вечером дали указание, сказали, утром принесите нам отчеты. Уже заранее написаны эти бумажки. Вот вам подписи родителей, мы хотим изучать основу мировых культур. Они вот так же отчитались и отдали вот туда. И таким образом они хотят нашим детям преподавать кое-что, о чем-нибудь и так дальше. Они, видимо, очень сильно боятся того, что наши дети будут что-то знать об исламе. Нам с вами нужно знать, что кроме того, что мы обучаем наших детей исламу в медресе, школа — это такая система, мимо которой никто не проходит. В школу ходить же обязаны все, все ходят в школу. Почти все 100% дееспособных, нормальных, здоровых детей, все ходят в школу. Наша забота о школьниках должна заключаться в том, как будто мы заботимся о сиротах. Я это говорю сейчас неспроста, потому что школьники сейчас действительно в роли сирот. Они особо не нужны родителям, родителям заняты добыванием хлеба. Они особо не нужны учителям, потому что они тоже заняты своими делами. Чиновникам тоже они не нужны, потому что они тоже заняты своими делами. И поэтому наши дети, которые учатся в школах, они подобны сиротам. И я думаю, что нам с вами нужно будет обратить на них внимание как на сирот. Это я говорю вполне серьезно. Чтобы мы не могли упустить возможности, Аллах нам дает сейчас возможность, и тем более заставил самого президента, написав такой указ, ввести в школу такой предмет. Даже если в советский период те, которые жили люди, они могут отчитаться перед Аллахом, сказать, я намаз не делал, потому что Факумат это все мне запрещал. Было очень такое тяжелое время, такое тяжелое условие. Наверное, им чуть-чуть легче будет. И Аллах нам, когда дает возможность это все открыто делать, и если мы этого не будем делать сполна, наверное, нам будет тяжелее. Я это о себе говорю в первую очередь. И нам с вами нужно каждому из этих родителей тоже это все донести. Если мы не воспользуемся тем, что нам дают, нам будет действительно очень тяжело. И поэтому нужно обратить внимание на то, какой модуль будут выбирать в ваших школах, и нужно настойчиво обратиться к директору школы, и к учителям тоже, чтобы они на самом деле обратились к тому, что нам нужно изучать основы исламской культуры. Когда маленький... Еще обратите внимание, в четвертом классе этому ребенку 10-11 лет примерно. Это маленький человек, он еще не способен воспринимать основы мировых культур. Если мы ему сможем сейчас дать просто основы исламской культуры, хотя бы научить делать его намаз, это очень большое дело. А когда, изучая основы исламской культуры, то есть основы мировых культур, кое-что мы ему даем, мы можем ввести этого ребенка в заблуждение. Мы же знаем, что все дети рождаются в исламе, и только родители их делают потом мусульманами, христианами или иудеями. А когда мы им даем такую информацию о том, что есть такие иудеи, есть такие христиане, есть еще какие-то и так далее, и мы можем незаметно, я говорю теперь об учителях, незаметно для самих себя ввести в заблуждение, что кто-то кому-то что-то может понравиться или не понравиться. И мы можем быть теми, кто способствует выбору этими детьми того, что они имеют значение к исламу. Среди этих чиновников, мне приходится с ними общаться и видеться, и знать их мнение, там есть даже такие, которые говорят, что дети сами должны выбирать религию. Самые люди тоже считают себя умными людьми. Они говорят, что пускай дети выбирают себе религию. Дети эту религию выбирать не могут. Они даже себе костюм или брюки выбирать не могут. Они даже себе не могут выбрать еду, которую они хотят или не хотят кушать. Они кушают то, что родители дают. Они одевают то, что родители покупают и дают, они вот так одеваются. А им хотят еще давать возможность пускать энсамбль, выбирать себе религию. Это очень большое преступление даже. Даже говорить об этом нельзя нам. И еще одно. Кто будет вести этот предмет? Опять же из Министерства образования там дано указание такое, чтобы в школу новых людей не принимали. Пусть этот урок ведут те же учителя, которые там работают, историки, филологи или там кто-то еще другой, но чтобы новых людей туда не пускали. И говорят, там же мало часов, из-за этих часов что ли вы туда идете и так далее. Президент, вот нынешний уже выбранный президент Путин, вот недавно когда на встрече с религиозными лидерами России, он сказал, что этот предмет в школе, он поддерживает, эта инициатива тоже была, он поддерживает то, что этот предмет в школах вводится, и он сказал, что этот предмет в школах должны вести или теологи, или священнослужители. Это его мнение такое. Но священнослужители в школу пускать, они до сих пор боятся, они думают, что мы им что-то плохое делаем, наоборот, мы помощники для тех людей, кто хочет обучать и воспитывать детей. Но теологи у нас в республике есть. Есть Северо-Кавказский университетский центр исламского образования и науки, где есть два института теологических, это Дагестанский теологический институт имени Сайда Канде-Олдисуру и Институт теологии международных отношений имени Мамадибир Аруч-Олдисуру. Вот эти два теологических вуза, они аккредитованы, имеют государственную аккредитацию, готовят теологов и выдают дипломы государственного родца. Есть уже много наших выпускников, которые уже получили работу, тоже им пытались запрещать идти на работу. Мы уже добились этого прецедента, есть, то есть первый случай, который им дали работу, уже есть. В дальнейшем тоже сейчас проводятся ускоренные курсы подготовки для выпускников исламских вузов. Это уже и к вам тоже обращение, и к тем, кто рядом с вами может быть. Те, кто уже получил базовое исламское образование, то есть исламский институт, кто закончил, для них проводятся краткосрочные курсы для того, чтобы они могли быть теологами и выдать им дипломы теологов, чтобы они могли идти в школу и смело вести этот предмет. Этот предмет должны вести только теологи. Других людей туда пускать тоже не будут, и мы должны готовить этих профессионалов, квалифицированных, профессионально подготовленных людей, которые могут идти и работать с этими детьми. И еще одно, по каким учебникам и по каким программам будут заниматься? Учебник по этому направлению и по всем конфессиям, и в том числе по исламу тоже, он уже давно написанный, еще три года назад, перед тем, как провести этот эксперимент с введением этого предмета, была создана рабочая группа при Министерстве образования, и написание этого учебника было поручено Московскому исламскому университету. И вот бывший ректор этого, Муртадин Марат, под его авторством и с помощью еще одной женщины, философа, по-моему, она, вот они вдвоем написали этот учебник, но как бы то ни было, сейчас эти учебники печатаются, и будут они направлены во все школы, где кто выбор сделал, то есть какая школа написала, что они хотят изучать ислам, и им отправят учебники по основам исламской культуры. Если они сделали выбор, что они хотят изучать основу мировых культур и мировых религий, значит им отправят этот учебник. Но уже эти учебники печатаются, и к сентябрю обещают обеспечивать все школы, всех школьников этими учебниками. У нас с вами должно быть отношение к этому такое. Этот учебник, я лично, например, не совсем с этим согласен, и считаю этот учебник слабым учебником. Но как бы ни было, этот учебник, он экспериментальный. Нам с вами нужно просто его взять, использовать его как базовый учебник, и вести занятия так, как мы считаем нужным, обучать детей основам исламской культуры, так, как мы с вами знаем. Мы это с вами знаем лучше, чем кто-то со стороны может нас этому научить. И в течение этого первого учебного года, я вас всех очень прошу, кто будет задействован в этом процессе, в течение первого учебного года, что вы могли обратить внимание на практические, на самой практике, какие появляются вопросы, проблемы и так далее, обращая на это внимание, что мы могли дать ценные рекомендации, чтобы к концу учебного года мы уже написали на дагестанском уровне свой учебник и дали его на утверждение. Все учебники, которые используются в школах, они должны быть утверждены Минобразованием. Дадим этот учебник на утверждение Минобразовании России, и он будет использоваться уже как базовый для наших детей. Для начала, еще раз говорю, этот учебник можно брать и пользоваться им, но в дальнейшем мы его должны анализировать, добавлять и делать его хорошим учебником для наших детей. Вот такая вот общая картина с введением этого предмета. И еще одно, конечно, я вас всех очень прошу, чтобы можно было такую же работу вести и с учителями других предметов тоже. Мы все-таки не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит и в наших селах, и с нашими джаматами, и с нашими детьми особенно. И поэтому при любом удобном случае, наверное, многие из этих учителей, ваши родственники, друзья есть, соседи есть, с ними можно и нужно работать, чтобы они любой предмет ввели с точки зрения нашей религии. Для примера говорю, даже когда изучают русский язык, тему, простое предложение, простое предложение, как в учебнике русского языка написано, можно дать детям такой образец. Иван пошел в огород. Это дает определенный смысл тоже. Такое же простое предложение можно изучить другим примером. Ахмад идет в мечеть. Там уже есть определенный смысл. Вот так вот воспитывать можно даже на уроках русского языка. На уроках физики, когда изучают магнит, можно сказать, что здесь есть такие-то аноды, катоды и так далее, другие эти единицы. И можно по-другому сказать, вот с силой Аллаха нам дана вот такая модель, которая притягивает друг к другу вот такие-то вещества. Просто добавляя, что там эта сила Аллаха сделана, и то есть воспитательный момент. Вот таким образом любой учитель на любом уроке может и обязан вести вот такую вот воспитательную работу. И поэтому не оставляйте возможности повлиять на учебный процесс, который проходит в школах. Школы до сих пор считают, они себя считают, как будто они светские, и мы как будто для них чужие люди. Но мы с вами знаем, что там учатся наши дети. Как бы они ни называли, что это школа светская, не светская, наша, не наша, там наши дети учатся. И там же работают учителя, это тоже из нашей джамата люди. И поэтому их без внимания так оставлять нельзя. Максимально нужно приблизить свою работу именно к этой сфере. И в конце тоже скажу, это та сфера, мимо которой никто не проходит. Уже наш хакумат создал такую сферу, что в школу должны идти все. Значит, именно там нам нужно очень много работы делать. Параллельно создавая медресе, параллельно создавая другие исламские учебные заведения, мы, естественно, избранных, кому Аллах дал свой такой дар изучать именно исламские науки, они туда только могут прийти. А остальные просто остаются без внимания. Их тоже нужно подтягивать к этому же уровню. Им тоже показывать красоту ислама, чтобы они тоже приступили к изучению его и к более искренним и лучшим поклонениям. Если вопросы есть, пожалуйста. С сентября 2012 года это обязательно вводится во всех школах. Уже директора школ в ваших школах об этом знают. Учителя даже не все об этом знают. Родители тоже об этом не все знают. Просто директора школы сами приняли решение, потому что им указание дали, из района Горона, эти начальники им указание дали. Они приняли решение, уже отчитались перед министерством, что они выбрали какой-то модуль и что они будут работать именно по этому направлению. Вы спросите, пожалуйста, у них, по какому модулю собираются работать в нашей школе. Если они говорят, что там будет модуль основы мировых культур, можно сказать, винегретом кормить маленьких детей нельзя. Им надо давать рисовую кашу. Они же маленькие на самом деле. Они не могут из этого винегрета выбирать полезное и бесполезное. И мы этим, обратите на это внимание, очень серьезно, этим, когда вводится история мировых культур, есть возможность ввести этого ребенка в заблуждение. Мы, мусульмане, собственных детей, дети мусульман могут в паспору в заблуждение. Они могут заинтересоваться и христианством, и юдоизмом, и так далее. Потом эти хакимовые чиновники могут сказать, вот как они сейчас тоже говорят, пусть дети сами выбирают себе религию. Такого выбора же нет. Есть только один ислам и другие архаические религии. В школах эту работу уже провели, они уже отчитались. Нам с вами нужно просто выяснить, какой модуль выбрали в вашей школе. Спросите у директора, какой модуль выбрали в вашей школе. Если он вам скажет, что выбрали модуль основы мировых культур, тогда скажите, вы ошиблись? Давайте спросим у джемаата. Вы можете прямо на разуме, в учебе спросить у джемаата. Объяснить просто. Он это сделал, эти вот эти руководители учебных заведений, это сделали просто по указке сверху, ничего не объясняя, ни родителям, ни детям, никому ничего не объясняя. Потому что об этом просто общественный совет, министерство образования России, они порекомендовали, это рекомендация была их, что чтобы не было межконфессиональных конфликтов или чего-то другого, нам нужно выбрать общее что-то. Это их рекомендация была. Они быстро решили отчитаться перед ними и сделать так, как они хотят. У нас в Дагестане никогда не было межконфессиональных конфликтов, и тем более в одном маленьком селе, где живут все мусульмане 100%, 100% мусульман, где живут, там межконфессиональных конфликтов это быть не может, там нет ни христианина, ни иудея, ни другого человека там нет. И даже если есть в некоторых селениях, даже если есть, даже если хотя бы один христианин, если есть, и он хочет изучать христианство, дать ему возможность, этим как раз мы показываем свое демократическое отношение к ним. Один пример такой был, мой знакомый, который уехал в Швейцарии со своей семьей, у них там в школах давно изучают этот предмет. И он рассказывал, что для его маленькой девочки, мусульманки, там быстренько нашли одного турка-мусульманина, и он, этот взрослый человек, приходил и рассказывал ей об исламе. Все изучают христианство, а именно из-за того, что одна эта маленькая девочка была в их классе, которая мусульманка, для нее нашли одного, только даже, которого он учителем не был, просто нашли мусульманина, хорошего, знающего человека, и он вот пришел и рассказывал им, ей, этой маленькой девочке, об исламе. Точно так же мы тоже можем сделать. Если родители говорят, мы христиане, мы хотим, чтобы наш ребенок тоже остался христианином, найдем для него тоже такого же специалиста. Каждый предмет должен вести специалист в своей области. И тем более, этот предмет ввели с какой целью? Можно еще раз напомнить. Это было введено с целью нравственного воспитания этих детей. Потому что те учителя, которые там уже работают, они не могут дать нормального результата. Те предметы, которые они преподают, тоже не могут дать нормального результата. И поэтому ввели новый предмет. А когда этот предмет тоже будут ввести те же старые учителя, которые там находятся, это похоже на то, что старыми бревнами хотят построить новый дом. Так не бывает. Новый дом надо строить новыми бревнами. Там нужны новые люди с новыми знаниями, с новыми принципами, с чистыми подходами. Там нужны новые люди. Хотя бы один этот новый человек, если туда зайдет, он, я думаю, что иншала и на это коллектив может повлиять, и на это детей может повлиять. и показать всем красоту Ислама. Я в этом уверен. Если этот человек хочет получить эту работу, он должен написать туда заявление, приложить туда свою копию диплома и идти попросить дать им работу. Если ему эту работу не дают, я могу этому человеку помочь лично. если нужно будет через этот чиновник, если нужно через суд, я лично буду этому человеку помогать, иншала он будет работать. Такие примеры уже есть. Наши выпускники уже работают. Я говорю не только потому, что это наши выпускники, я говорю о том, что каждый предмет должен вести специалист в этой области. Как я понимаю, вы хотите знать, какие могут быть конкретные действия, как это осуществить. В первую очередь, вам нужно будет в своих селах сначала выяснить, кто в городе, кто в селении и так далее, выяснить у директоров школ, какой модуль они собираются изучать. Если он говорит, что эта школа приняла решение изучать модуль основы исламской культуры, оставьте все в покое. И потом уже второй вопрос, кто будет ее преподавать? Постарайтесь дать ему нормального специалиста и ему объяснить, что тот учитель, который там же работает и ведет историю, будет этот предмет читать как историю. А ислам – это не история. Это настоящее, будущее и вечное. Так надо ему говорить. А если этот директор говорит, что эта школа выбрала другой модуль истории мировых культур, тогда вам нужно этому директору просто сделать сначала наставление, потом объяснить джамаату, что нашим селениям, нашим детям хотят дать кое-что из разных этих религий. Мы считаем это заблуждением, что мусульманам нужно давать именно исламскую культуру. И можно тогда собрать подписи, написать заявление. Если хотите, я вам дам готовый бланк тоже. собрать подписи и выразить свои отношения. Мы хотим изучать именно основы исламской культуры, потому что мы мусульмане. И мы хотим, чтобы этот предмет ввел специалист, а не кто-то другой. Вот таким образом. Соберите эти подписи, вот через имама, их можно передать мне. В любом селении этот вопрос можно решить, и я это буду делать. Есть еще много других людей, которые готовы помочь в этом деле. И будем это настойчиво добиваться, чтобы именно так, как должно быть, чтобы этот предмет ввели. Вопрос такой. Если селевы убрали исламскую историю исламу, и специалиста нету? Мы вам направим специалиста. Вы можете помочь? Направим специалиста. Есть у нас выпускники, которые могут поехать. Местный имам не может ввести высшее образование? У него должно быть высшее педагогическое образование в области теологии. Именно в теологии, да? Да. Это должен ввести теолог. Если нет, то я предлагаю таким людям, я уже об этом тоже говорю, вы обратите внимание на то, кто его может ввести. Вам всем тоже. Я знаю, что вы все имеете высшее религиозное образование. Исламский институт, наверное, закончили. Или же у кого-то есть даже высшее светское образование, тоже так называемое. Но в любом случае, тем, кто имеют уже базу образования, им предлагается. Сейчас уже мы начали работу по этим курсам. Уже вот вторую неделю эти курсы уже идут в Мохачкале. Мы проводим краткосрочные курсы для подготовки именно в области теологии, чтобы дать ему диплом теолога, чтобы он мог работать в этой области. Нужно все-таки пройти эти курсы и получить на руки документы, которые позволяют это делать. А сколько для этих курсов? Они будут двухгодичные курсы, но сейчас их проводят в течение двух месяцев, но дадут на руки документы, которые позволяют идти работать. Эти уроки будут проводиться стационарно или передвижно? В Мохачкале? Нет, я имею в виду в селах. Теологи будут работать. Учителя должны находиться в селах и там работают, как и остальные другие учителя. Вы имеете в виду, что они будут ездить или на месте проводить? Да. Учитель, он же житель этого села будет или же с другой села будет приезжать, вести урок и поедет к себе, если так нужно. Наверное, на русском языке надо будет, да? На русском языке, конечно. На русском языке. Если там есть представители одного языка, я знаю, что даже и математику тоже там ведут на родном языке, и русский язык тоже ведут на родном языке. Такие вещи тоже бывают. Надо детям передавать знания на том языке, который они понимают, который лучше понимают. Еще вопросы есть, есть, задавайте, если нет. Можно позже, индивидуально, можно будет через имамы любой вопрос, который касается вот этой сферы, иначе мы будем над этим работать. Я надеюсь, что смогу быть полезным. Которые заявления имеются вольны? Бланки у меня есть, если вы будете в этой области, нужно сначала просто выяснить. Если вы просто обнаружите, что ваша школа выбрала не тот модуль, тогда нужно будет активно участвовать, уже собирать подписи и это все делать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...